В этом видео мы рассматриваем спинномозговые нервы и сплетения, которые они формируют. На левом изображении данной картинки показаны все спинномозговые нервы. Сервикал нервс, с С1 по С8 шейные спинномозговые нервы, прасик нервс, с Т1 по Т12 грудные спинномозговые нервы, люмбар нервс, с Л1 по Л5 сакрал нервс, коксигел нервс, крестцовые и копчиковые нервы. Обратите внимание, пожалуйста, что крестцовые нервы выходят через переднее отверстие крестцовых позвонков форамина сакралия пельвина, но здесь эти отверстия не видны. Почему? На этом изображении специально разрезан так называемый дуральный мешок, мешок твердой мозговой оболочки. Вот эти структуры твердой мозговой оболочки показаны таким голубоватым цветом, и в результате мы видим нервы, отходящие от самого спинного мозга. Крестцовые нервы выходят на уровне крестцового отдела позвоночника, но с передней поверхности. Вот они здесь как бы обрезаны, оторваны, потому что места выхода их не видно. С другой стороны тоже обратим внимание, что дуги крестцовых позвонков также словно бы распилены для того, чтобы мы могли увидеть, как корешки, формирующие сплетения, располагаются вместе, образуя конский хвост, кауда и квина, вот здесь написано. Мы увидели с левой стороны все нервы, а теперь перемещаемся в правую сторону и посмотрим, какие сплетения эти нервы образуют. В верхней части мы видим два сплетения с сервикалплексус, шейное сплетение с С1 по С4, спинномозговые нервы, и брахиалплексус, плечевое сплетение с С5 по Т1, спинномозговые нервы. Принципиально важно, что мы здесь словно бы не видим границы. Почему? Потому что реально шейное и плечевое сплетения соединяются друг с другом соединительной веточкой, которая их образует в единый комплекс. Поэтому на данном изображении разграничить четко, где закончилось шейное и началось плечевое, можно только совсчитав С1, С2, С3, С4, и вот это будет соединяющая их граница, которая объединяет шейное и плечевое вместе. Спускаемся ниже, и вот смотрите, написано дуроматор, твердая мозговая оболочка. Важно, что во грудном отделе отсутствует сплетение. Здесь не показано сплетение, потому что их нет. В грудном отделе спинномозговые нервы идут, как это говорят, метамерно, сегментарно, повторяя однотипный ход межреберий. Спускаемся еще ниже. Вот мы видим теперь по правой части самая правая надпись Lumbar Plexus L1, S4. Пояснично-крестцовое сплетение, которое состоит в свою очередь из реально поясничного сплетения Lumbar Plexus L1, L4, нервы его формируют, и сакроплексус, его формируют L4, S4, спинномозговые нервы. Очень важный, интересный феномен, вот эти поясничные спинномозговые нервы, которые сформируют поясничное сплетение, они будут располагаться на передней поверхности поясничных мышц, в полости живота, за брюшиной. Необходимо снять брюшину для того, чтобы их увидеть, а крестцовое сплетение, спинномозговые нервы его образующие, они располагаются, хотя и после выхода из форамина сакралия пельвина на передней поверхности крестца, но тем не менее сразу возвращаются в заднюю сторону, пройдя через большое седалищное отверстие. Вот я сейчас его показываю. Для того, чтобы на задней поверхности оказаться всем этим нервным волокном, они должны с передней поверхности таза перейти на заднюю поверхность, и для этого существует большое седалищное отверстие. На правой стороне изображения показано, что тазовая кость выпилена. Именно благодаря этому мы сзади видим, как крестцовое сплетение формируется. Но тем не менее, если бы такого выреза не было, мы бы сзади увидеть все эти многочисленные переплетающиеся волокна не могли. Реальная топография может быть понятна, когда мы смотрим на левую сторону. Наконец, небольшое, но очень важное копчиковое сплетение С5 и единственный копчиковый нерв формируются на уровне копчиковых позвонков. Обобщая изображение на этой картинке, еще раз хочу подчеркнуть, сплетение шейное, плечевое, поясничное и копчиковое, Они разделены друг от друга, но вот таким промежутком, где переплетения волокон нет. Грудной отдел представляет собой метамерный ход нервов, которые мало анастомозируют друг с другом, идут параллельно, сегментарно, не формируя сплетения. Благодарю за внимание.